Это работ, которые дети писали в течение учебного года. Это фестиваль, который у нас начался с 2 дня этого года по социально-экономическим проектам. Поэтому несколько было туров. Первый это школьный, затем был городский полуфинал, где вышли 424 работы. Затем был отборочный полуфинал, это 160 работ, и сейчас фактически финалисты. 27 работ, которые претендуют на первое, второе, третье место, на победителей. Значит, по шести направлениям, которые мы проводили в течение всего-очего года. Поэтому по каждому направлению будут победители по каждому направлению. Итоги мы будем проводить, планируем провести лицо в созвездии, это 1-го июля. Ну, и понятно, что детей будем награждать, думаем, что Александр Павлович, с одного города Хабаровска, потому что по его инициативе, которая будет проводена, это впервые в городе Хабаровске. И, наверное, вы знаете, очень удачно мы это проводим. Почему? Потому что молодежный форум проводит у нас на Далеве Слопе. И вот дети-школьники, это как бы одна из ступенечек для того, чтобы дальше мы пришли с этими проектами уже в наш институт. И поэтому мы будем проводить университет этого замечательного. Я так думаю, что дети должны очень хорошо, качественно защитить свои проекты, которые мы можем использовать на территории города Хабаровска и Хабаровского края. Это, значит, промышленности, транспорт, это туризм, это архитектура и дизайн, социальные проекты, затем торговая и промышленность, и экология транспорта. Вы знаете, это очень хорошо стимулирует. Это фактически получается, у нас дети, они калантливы по своей природе. Наша задача развивать этот калант. Поэтому есть очень многие дети, которые, может быть, не нашли эту идею, что можно вводить на территорию города Хабаровска, а мы не помогаем. Поэтому я так думаю, что эта защита проекта, возможно, что один из них мы сможем перейсовать в территорию города Хабаровска или Хабаровска края. Говорят, что мы лучше могут быть, если мы получили наши последствия. А пока мы еще не обсуждаем призы, но то, что они будут хорошие призы, это так. А в каком из направлений было представлено больше всего работ, проектов? Больше всего архитектура и дизайн и социально-экономические проекты. Вот две номинации, которые были там 150-120 номеров. Наверное, то, что детям ближе, то, что они, с чем они знакомы. Очень мало было инженерных работ, поэтому нам надо это сделать упорно. На следующий год мы просто будем детей нацеливать на это. Хорошо, спасибо. Спасибо.